Приветствую вас. Во-первых, есть такое понятие, как треугольник Карпмана. В нем есть преследователь, жертва и спаситель, и, соответственно, люди, каждый из участников этого треугольника, а любовный треугольник, по большому счету, это всегда треугольник Карпмана, вот. Каждый из этих людей является жертвой в том плане, что мужчина, например, жертва, потому что он не может сделать выбор, у него не хватает силы, воли, уверенности в себе, чтобы принять решение какое-то, да, и, например, прислушиваться к своим чувствам или что-то еще. Жертвой является и эта женщина, потому что она чувствует слишком большую угрозу от того, что с ней не будет мужчина, вот, от того, что она будет одна, от того, что именно этого мужчину она не завоевала, она не смогла покорить. Ну, возможно, происходит такой процесс, который в психологии называется трансференция или перенос. Ну, переносы и трансференция, это, в принципе, разные понятия, но их объединяет то, что они свидетельствуют о наделении человеком, другого человека, качествами, которых у него нет, и это не любовь. Это не любовь и не влюбленность. То есть, с этой позиции женщина видит в этом мужчине кого-то. Если говорить о переносе, то, например, звуанса или кого-то из ранних образов детства мужских. Может быть, если говорить, опять же, о переносе, то это кто-то просто взятый из ее образов и фантазий. Вот она решила, что это ее мужчина, и он идеально подходит, как бы, и все. Значит, если говорить о трансференции, то это, соответственно, идеализация человека. Ну, как бы, такое скрытое превознесение его, то есть, как бы, человек внутри себя восхищается, например, мужчиной, но использует манипуляции, да, использует шантаж и так далее с той целью, чтобы человек, как бы, был с ней. Скорее всего, себе, объясняя это тем, что он не понимает, что они созданы друг для друга. Это если говорить о треугольнике Карпмана, и здесь, конечно, опять же, с точки зрения психологии, имеет место быть неуверенным в себе, страх одиночества, недолюбленность, возможно, эгоизм, вот, и какие-то незавершенные, незавершенные, неоконченные, эдипальные процессы, вот. Исходя из того, что вы написали, я полагаю, что у женщины есть некий конфликт с общественными нормами, с супер-эго в лице своих родителей, которые ей, видимо, не давали то, чего она хотела. То есть, человек, как бы, не доиграл, не дополучил чего-то, его, скорее всего, подавляли, и сейчас она это делает. Это такой соответствующий тип поведения. То, что она скандалит, то, что она требует, чтобы он женился на ней, это свидетельствует о раннем недостатке любви, именно раннем. И еще на этапе грудного кормления, вот. Ну, на мой взгляд, тут, конечно, нужно хоть отчислять, но, тем не менее. А, значит, просто для справки. Женщина не любит себя, не принимает себя, такой, какая она есть, не ценит себя, не имеет личных границ, использует и детей, и свадьбу, и мужчину тоже, как средство для достижения своих целей. И, возможно, для притворения в жизнь ее образа семьи и образа поведения родителей. Она хочет семью, хочет, возможно, хочет быть мамой. Ну, это, естественно, не первично, да, потому что, все-таки, ребенок появился в результате ее манипуляции. Но, тем не менее, тем не менее. Момент здесь такой, что она использует все как средство, всех как средство, и никого не воспринимает как ценность в себе. Вот. Мужчину она не любит, потому что, в определенном случае, она бы давно его отпустила. Ребенка она, если и полюбит, то либо в момент его рождения, что вряд ли. Либо уже после, но это будет весьма травматично для самого ребенка. Вот. Это такие перспективы, да? То есть, это для справки информация. А какие вообще перспективы у таких их отношений? Никаких. Женщина либо добьется своего успокоиться и будет спокойно изменять этому мужчине, другим. Либо будет его так продолжать контролировать постоянно, а мужчина, как изменял ей, так, в принципе, и будет изменять, при этом, не имея свободы, воли для того, чтобы сделать свой выбор и освободиться от нее, и как бы позволить каждому идти своей дорогой. Будущее обычно у таких семей такое, что люди живут большому счету как соседи. Ну, периодически скандалы, да? Ну, как соседи. Как соседи. Вот. Иногда бывает, что после многих лет такого проживания человек кто-то один понимает, что как бы жизнь, она проходит, он несчастлив, ну, кто-то, какой-то человек несчастлив, и нужно что-то менять, если как правило к этому значит, подталкивать кризис среднего возраста. Вот. Если человек это понимает, то он что-то меняет в своей жизни и начинает ориентироваться на себя. Обычно такие мужчины, да и женщины тоже закрываются на какое-то время от всех партнеров, перестают совсем встречаться, вот, живут одни, потому что им не хватает независимости, им не хватает свободы. А потом, возможно, они очень тяжело осторожно сближаются с кем-то и выстраивают отношения такие, вот, знаете, ну, скорее на недоверие основаны, нежели чем на полном принятии другого другого человека. Вот, в принципе, то, что можно ответить вам по факту на ваши вопросы. другое дело, что это даст вам, для чего вам это, с точки зрения психологии, разбирать нужно не поступки мужчины, и не поступки женщины, а ваши поступки. Почему вы позволили находиться в любовном треугольнике? почему вы позволили мужчине себе изменять? Почему вы хотите понять поведение женщины, поведение другого человека, но не себя? мужчина, Ведь по большому счету, по большому счету, как только он начал встречаться с двумя, вам нужно было прерывать общение, если у вас все в порядке, самооценка, с восприятием себя и так далее, и так далее. вы же этого не делаете. Вместо этого вы принижаете себя немножко и говорите, что я никогда не давила на мужчину, давая ему свободу выбора. Считаю, что если давить на мужчину обязательствами, чувством вины, ничего хорошего не получится. Я бы не хотел, чтобы мужчина был со мной из-за чувства обязательства. Такое впечатление, что вы соревнуетесь с этой женщиной. Такое впечатление, что вы пытаетесь показать, что вы лучше нее нам и мужчине. Это вскрывает вашу неуверенность в себе, что и обуславливает такое поведение. Но при этом эту неуверенность в себе вы не признаете. Скорее всего и видите ее, воспринимаете ее через призму переноса. Вместо того, чтобы разобраться в себе, вы пытаетесь разобраться в женщине. А женщина, может быть, и сама не знает, почему и для чего она это делает. Вот. Это такой момент. разобраться. Ну и последнее, что мне хочется сказать, это то, что есть еще такое понятие, как любовная зависимость. И любовная зависимость, при любовной зависимости человек оперирует двумя основными постулатами. первый постулат, это так может, что он идеализирует того, кого любит, исходя из этого. Можно предположить, что женщина идеализирует мужчину. И второй постулат, это то, что она, женщина, ну или зависимый человек, считает, что только с ним, вот с этим мужчиной, она будет счастлива. Это признак любовной зависимости. Любовная зависимость является заболеванием и, соответственно, лечится, диагностируется врачом, психотерапевтом либо психиатром и, соответственно, назначается лечением. Вот. При любовной зависимости человек теряет адекватность восприятия, его нельзя назвать объективным, его нельзя назвать реалистичным, но любовной зависимости есть причины. Как правило, это уход от реального мира, фантазии, то есть некий признак шизоидного поведения, шизоидного типа личности. И, соответственно, поиск, причем, часто сознательный поиск, объекта для наделения его образом. И, когда наделение образоме происходит, начинается любовная зависимость. Это то, что я могу сказать, исходя из того, что вы написали. Вот. А, почему ее не смущает тот факт, что он ей изменяет? Ну, я бы на этот вопрос ответил так. Знаете, смущать это может только тогда, когда человек ценит себя. Ну, просто ценит себя. Да, он может терпеть измеры, он может как бы на них закрывать глаза, но ему будет больно от этого. Потому что у человека какая-никакая самооценка все-таки есть. Да, она недостаточная для того, чтобы человек сказал, все, хватит, как бы, больше я так не могу, но она достаточная для того, чтобы испытывать переживания и понимать, что это неправильно, ненормально. у женщины самооценка скорее всего отсутствует как таковая и полностью замещается мыслями о другом. Если бы она хоть чуть-чуть подумала о себе, она бы никогда бы этого не приняла. Это первое. И второе. А почему вас не смущает, что мужчина вам изменяет? ведь вы же мужчина 4 года и полтора года в любом треугольнике значит мужчина вам начал изменять. Сюда опять возникает вопрос, а не сопротивляетесь ли вы так тому, что произошло именно с вами? так. А дальше почему она готова с ним жить и создавать семью в такой атмосфере? Потому что человек думает только о себе, она не думает ни о семье, она не думает ни о ком-то еще, а для нее единственная цель обезопасит себя, потому что как бы личных границ нет, это психотическое поведение, поведение психотика, личных границ нет, значит никаких рамок нет, и единственный способ обрести какую-то устойчивость это быть с кем-то, поэтому семья для нее это всего лишь средство, как и проживание с мужчиной это всего лишь средство, и не более того. Вот. На этом все, надеюсь, что мой ответ был вам полезен, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. в том, что Продолжение следует...